Девятнадцатого июня состоялся финал творческого конкурса имени Людмилы Алексеевны Вербицкой. Церемония прошла на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Главная цель конкурса – повышение общего уровня владения русским языком иностранцами, а также повышение их интереса к нашей литературе. Сегодня день рождения Людмилы Алексеевны. Мы вспоминаем нашу Людмилу Алексеевну Вербицкую, человека, который сделал русский язык в общем достоянием вселенского масштаба. Та архитектура русского мира, которая существует сейчас, это во многом достижение Людмилы Алексеевны. И, конечно, нам хотелось бы именно в этот день поблагодарить и мотивировать тех, кто учит русский язык в пространстве нашего замечательного города. Этот конкурс, творческий конкурс именно Людмилы Алексеевны Вербицкой проводится уже второй год. В прошлом году мы начали, и настолько хорошо, настолько успешен он был, что мы приняли решение сделать его ежегодно. Поэтому этот конкурс уже стал традиционным, и приурочен он к дню рождения Людмилы Алексеевны. 17 июня мы подвели итоги. В день рождения Людмилы Алексеевны Вербицкой мы подвели итоги конкурса. Это была суббота, и сегодня мы решили собраться для того, чтобы в торжественной обстановке объявить победителей и лауреатов в различных номинациях. Участники более 260 студентов из Китая, Египта, Сербии, Германии, Италии, Венгрии и других стран. Они смогли показать свои навыки владения русским языком в двух номинациях – художественное чтение стихов русских поэтов и песни или романс на стихи русских поэтов на русском языке. Приз за лучшую песню получила Мэнли Эрика Путри. Она исполнила произведение Михаила Матусовского «Подмосковные вечера». А второе место занял Шунмин Джоу, который исполнил кукушку Виктора Цоя. Если еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка, пропорь. Мне нравится Россия. И я очень счастлива жить в Безербурге. Я люблю русский язык. Третье место разделили Россио Боту из Испании, а также Жу Чу Джао и Мин Сю из Китая. В поэтической же номинации первое место получили Химанджари Карелка из Индии и Евелина Белтулаева из Узбекистана. Нередко до поздней ночи сидели они вдвоем. Она легко уставала. И если вдруг засыпала, он мыл под краном посуду и комнату под металл. На втором Дарья Аль-Хадж из Ливана, Энаджан Курбан Мухамедова из Туркменистана и Иван Даниэль Флорес Рамос из Перу. Преподаватель в СФГУ на подготовительной факультете сказал нам, если мы хотим сделать видео или песни. И сначала я, я не знаю, но девушка Даша сказала мне, давай, Иван, давай, давай. Ты знаешь, Питер имеет душу. Там даже камни умеют сушить. Я приезжаю, и мне там лучше и жить, и прятаться, и грустить. Его вода для меня живая. В его автобусах и трамваях я отца вот спои решаю, что теплый свет его ощутит. Ну а третье место заняла Мила Максимович из Сербии. Помимо основных номинаций были и специальные. Например, за точную передачу авторского замысла, за красоту исполнения русской классики, за актерское мастерство и другие. Победители и лауреаты получат дипломы и памятные подарки. А также участники конкурса смогут получить электронные сертификаты об участии.